От их деятельности зависят судьбы не только отдельно взятых людей, но и целых государств. 10 февраля в России отмечают День дипломатического работника. Многие школьники мечтают о карьере дипломата. Подробнее в нашем сюжете. Выбрать будущую профессию в 16 лет – задача не из легких. Это понимают не только выпускники, но и преподаватели. Именно поэтому учеников старших классов готовят к выбору профессии основательно. Помимо прохождения тестов на профориентацию, сегодняшние старшеклассники с большим интересом относятся к специализированным курсам. В этом году в столицу Чувашии приехали преподаватели из МГИМО, которые провели мастер-класс для потенциальных студентов. Очень важно правильно ребят сориентировать. Может быть, кому-то это и не нужно, потому что все вот о, международные отношения, МГИМО, МГИМО, да. А это достаточно сложная и серьезная работа, которая накладывает определенные ограничения на жизнь, на дальнейшую судьбу и карьеру. Поэтому, чем раньше ребята об этом узнают и сориентируются, тем будет лучше. Поэтому профориентационная цель – это одна из самых основных. Как официальный представитель государства, дипломат в любой ситуации должен демонстрировать высокий уровень самоконтроля, острый ум, выдержку и политкорректность, подчеркнул Андрей Емелин. Это не каждому дано. Впрочем, это понимают и сами родители. Даже если мой ребенок, пройдя обучение в этой школе, решит для себя, что это не его стезя, и не выберет эту профессию, я считаю, что это тоже большое достижение, это большой плюс. Он поймет, чего он не хочет. Значит, следующим этапом, следующим шагом будет правильный выбор. Для того, чтобы сделать правильный выбор, у слушателей школы дипломатии есть как минимум два года. Этого времени вполне достаточно, чтобы определиться не только с направлением, но и с учебным заведением, считают педагоги. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика.